Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. В прошедшем сезоне театр «Самарская площадь» отметил свое 35-летие. Какой был этот год для театра, какие премьеры состоялись и как в целом прошел театральный сезон, ну и, конечно, о планах на будущее. Сегодня во программе «Город С» я говорю с исполнительным директором театра «Самарская площадь» и заслуженной артисткой Самарской области Натальей Носовой. Наталья Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Ну что же, да, у нас с вами сложилась такая добрая, хорошая традиция. Мы с вами встречаемся, когда сезон открывается, когда он идет полным ходом, ну и, конечно, традиция, когда сезон закрывается. Вот прям буквально на днях вы его завершили. Ну, а, наверное, вспомнить, как вообще прошел этот год, какие события были в театре, ну и что для вас значил 35-летний юбилей театра? Да, мы буквально вчера закрыли сезон, закрыли своей последней премьерой «Шутбалакирев», которую мы как раз-таки делали к 35-летию. И хочется отметить, что несмотря на 37-градусную жару, зал был переполнен, зрители, как всегда, были с нами. Потом мы вместе со зрителями отметили символические закрытия нашего сезона, пожелали нам удачного сезона следующего. И расстались ненадолго. Уже 26-го, 22-го, 22-го августа мы снова откроем свои двери для зрителей. То есть уже начнутся спектакли. Да. Ну, а давайте немножечко поговорим о премьере «Шутбалакирев», который, да, знаменовал 35-летие. Вот если вспомнить все-таки репетиционный процесс и подготовку, чем вам запомнился этот спектакль? Особенно потому что он действительно особый, он очень интересный, он очень талантливый. Лично выражаю свое мнение, видела своими глазами. Спектакль потрясающий, действительно. Так вот, как вам работалось, как вам жилось в этом спектакле? Мы готовили это к декабрю, к своему юбилею. Поэтому время такое было горячее. Горячее время было у меня. Было очень много заботы, кроме творческих. Поэтому репетиции проходили очень плотно, очень насыщенно. Много работали над текстом. Поскольку, вот я уже говорила после премьеры, когда мы встречались, что Горин написал это в 90-е годы. И в стране тогда царил такой некий хаос. И он писал об этом. Сегодня нельзя было ставить этот спектакль так, как в 90-е. И поэтому Евгений Борисович очень много работал с текстом. Добавлял туда из классики тексты. И как-то сделал его более актуальным. С авторства такое получилось, да? Да, да. Более актуальным для сегодняшнего дня. Более таким патриотичным. Ну вот более таким российским. И мы, конечно, волновались, как примет зритель эту премьеру. Потому что спектакль, пьеса достаточно известная. Она долго, много лет идет в Ленкоме и в других театрах. И в нашей драме она шла какое-то время. Поэтому вот волновались, как примут нашу версию. Но сейчас, уже спустя полгода, можно сказать, что зритель принял премьеру. И эта премьера, вот по моему опыту директорскому 35-летнему, она надолго задержится в нашем репертуаре. Вот как раз предвосхитили мой вопрос, Наталья Юрьевна. То есть вы когда поняли, что этот спектакль будет долгожителем, собственно, как и ваши многие, да больше половины репертуара вашего театра, они долгожители, да? Ну, премьера, конечно, прошла успешно. Но премьерный зритель, он благодарный зритель. Поэтому там было непонятно. Но потом, когда мы стали играть, 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 вот не было такого вот спектакля, что сегодня я сыграла и поняла. А вот просто сейчас, по окончанию сезона, тем более вчера его сыграли, и поскольку была встреча со зрителями после спектакля, зрители очень много говорили хорошего, и о театре вообще, о нашем репертуаре, и о шуте Балакирьве в частности. Евгений Борисович, много комплиментов наговорили нам. И вот мне стало очевидно, что да, спектакль принят. Ну, во-первых, аншлаги на этот спектакль, ну, собственно, как и на другие. Но видно по всему, видно, есть еще такое чутье, что зритель действительно хорошо принимает, и в конце такие особые лица у зрителей, такие особые, благодарят вот за патриотичность. Вот правда, есть такое. Ну, я не могу сейчас не поставить этот сюжет и не вспомнить, как прошла премьера. Давайте еще раз посмотрим, ну, и, собственно, да, вот на эти замечательные сцены и спектакля. Он был выходцем из старинного дворянского рода, но его жизнь была непроста. Иван Балакирев служил Петру Первому, был отправлен в ссылку. После смерти император снова оказался при дворе, служил Екатерине Первой. Она оценила его юмор и зачислила Ивана в штат придворных шутов. За крамольные речи он привлекался тайной канцелярией, но императрица его неизменно спасала, благодаря чему он и дожил до старости. На сцене театра «Самарская площадь» премьера спектакля «Шут Балакирев». Постановка, приуроченная к юбилею театра «Самарская площадь», которая отмечает 35 лет со дня создания и к 350-летию со дня рождения великого реформатора Петра Первого. Цитаты Петра Первого, мне кажется, не всегда будут злободневными, потому что, как он не старался вывести Россию в равные Европе, чтобы Европа принимала не просто на равных, а многому училась у нас, и как он считал, что у России есть чему учиться. И все равно по спирали время идет, наступает время, когда, тем не менее, идут нападки на Россию. Спектакль поставлен по пьесе Григория Горина «Шут Балакирев», но написана она была в 90-е, поэтому режиссер Евгений Дробышев отчего-то решил отказаться, но в то же время привнес много своего, чтобы спектакль был понятен современному зрителю. Актеры поют Баха, который жил примерно в то же время, что и Петр Первый, а также на сцене проходит военный парад. Прошло время, и время изменилось кардинально. От времени полного упадка, когда страна была ведь на грани развала, до нашего времени, которое, наоборот, полно надежд. В принципе, Петровская эпоха – это как раз, это надежда, это даже где-то праздник, хотя тяжелый, да, трудный. И, тем не менее, страна изменилась, изменилась резко, кардинально. Я хочу сейчас спросить вас, какие еще спектакли в репертуаре театра «Самарская площадь» любимы зрителями? Вы знаете, вот сейчас, ну, кроме всеми любимого роддома, который, кстати, уже сколько лет идет? О, идет он 25, наверное, лет. Вот я точную дату даже не скажу, но скажу, что сыграно он больше 650 раз. Это абсолютный рекордсмен, вот, ну, у нас в регионе точно. Но это прям вот специально смотрела статистику перед открытием того сезона. Это очень серьезный такой вот, 650 спектаклей – это очень серьезно. А почему, вот, с точки зрения вашего опыта и директорского, и актерского, в первую очередь, неужели это такой вот на сегодня актуальный материал, либо действительно такая талантливая, да, можно сказать, гениальная игра актеров, Наталья Юрьевна, что вот он любим до сих пор режиссуру, конечно. Потому что эта пьеса же во многих театрах шла, и даже Слоповский, когда был жив, он нам говорил, но вот так долго идет только у вас, только у вас, это правда. Не знаю, это какой-то феномен, который даже мы объяснить не можем. И про этот спектакль, вот спустя уже там 20 с лишним лет, в этом сезоне, кстати, сняли передачу «Путь паломника», потому что вот кто-то идет на комедию, а кто-то входит с очень серьезными мыслями о детях, о сохранении детей, вот, то есть о планировании новых детей в семье. К нам на этот спектакль даже, вот помимо того, тех зрителей, которые идут на комедию, и у них есть традиции 2 января, приходите на роддом, начинать Новый год с роддома. То есть к нам, плюс ко всему, еще ходят и студенты духовной семинарии на этот спектакль. Да, очень... Ну, а если прийти, если не изменяет память больницу имени Пирогова в отделении, да, роддому можно также увидеть, как это называется, да, небольшую... Да, в начале прошлого сезона как раз мы открыли выставкой Аллы Шахматовой и московского скульптора Владимира Мадеева, как раз он подарил нам скульптуру, посвященную этому спектаклю «Роддом», и точно такую же скульптуру он подарил, мы установили около роддома больницы Пирогов. Да. И даже уже существует такая традиция, да, кто хочет иметь ребеночка, нужно потереть животик, да, он уже там значительно отлакирован, наверное. Это да. Ну и кроме вот всеми любимого роддома, который так в топе у нас и остается, а сейчас вот в явные фавориты вышел спектакль «Чужая жена и муж под кроватью». Фестивальный проект, да, насколько мне помнится? Это грантовый проект. Грантовый проект. Мы выиграли грант правительства Российской Федерации и поставили этот спектакль, это был год Достоевского, поставил питерская команда, Александр Кладько и Сергей Уланов художник, поставили спектакль о Питере. Ну, во-первых, сам материал. Достоевский и комедия. Причем реальные комедии они не сделали там с Достоевского вдруг комедию, а это такой прям водевильчик, это молодой Достоевский, который в молодости писал такие вещи. Водевильчики очень... Мало зрителей, кто знает об этом, поэтому все всегда удивлены, что Достоевский и вдруг... Писал комедии, да? Да, писал комедии. И вот в этом сезоне, она, особенно спустя два года, она выстрелила. Мы возили ее на фестиваль в Ростов-на-Дону. Там три награды привезли. Лучшая мужская роль, лучшая женская роль, и спецприз был еще у Михаила Акаемова. Вот. Естественно, лучшая мужская роль у Владимира Лоркина, там центральная роль, и у Анастасии Карпинской. То есть вот этот спектакль сейчас вышел фаворит, и он же получил гран-при на Всероссийском фестивале в этом же сезоне на русской классике, страницы русской классики, которые проходят у нас в Самаре. Это если говорить вот о жизни фестивальной, гастрольной. Да, если мы плавно переходим. Да. Да, к этой теме. Вот. То есть просто он в этом году, наконец-то, спустя два сезона, он так прямо вот резко выстрелил. То есть на него спрос и на фестивалях. Вот мы сейчас еще заявки подали на именно с этим спектаклем. Вот. Надеюсь, что поедем осенью. Ну вот, кстати, переходя от года Достоевского, этот год объявлен годом Островского, и, как его называют, русский Шекспир, знаменитого, да, драматурга 19 века, Александра Островского, он создал 47 пьес. Спектакль по одной из них «Богатые невесты» представили самарским зрителям в рамках фестиваля «Театральная весна Островского». Галина Топилина увидела этот спектакль. Ну и давайте мы сейчас вместе посмотрим этот сюжет. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга Александра Островского. Его творчество стало важнейшим этапом развития русского национального театра. В каждой его пьесе яркие персонажи, интересные сюжетные перипетии, образный, но в то же время простой, понятный язык. Поэтому его произведения пользуются большой популярностью как у актеров, так и у зрителей. У Островского, у него вот так выстроено, он учился у испанцев, у испанских драматургов, и там герои вообще, вот они что думают, то и говорят. Вот, поэтому получается роль более такой выпуклый, более такой вот полноценный. Зрителям очень нравится Островский, они радуются его спектаклем. Просто вот как дети сказкам. Не надо ничего выдумывать, нужно просто идти за Островским и придешь куда надо, говорит режиссер театра Самарская площадь Евгений Дробышев. Для самарских зрителей он поставил на сцене пьесу «Богатые невесты» в рамках фестиваля «Театральная весна Островского». Это история о простых людях, их идеалах и неидеальных поступках, о выборе между материальным благополучием и нравственными ценностями. Моя героиня очень со сложным характером, потому что в молодости она была светлым, чистым, искренним человеком. Воспитали ее совершенно иначе. Гордую, со всеми нашими пороками. И потом уже в этом возрасте ее пытаются переделать обратно вот в этого ангелочка чистого, нежного. И у нее складывается серьезная работа в голове. Интересно, что пьеса «Богатые невесты» не была оценена современниками Островского должным образом. Про такие произведения обычно говорят, что они написаны для будущего. И действительно, сегодня зрители принимают спектакль с особой теплотой. Наталья Юрьевна, есть что прокомментировать вот именно как раз в рамках этого года? «Богатые невесты», кстати, тоже долгожители в репертуаре театра «Самарская площадь». «Богатые невесты» это новая постановка. А, новая. Да, да, это новая постановка, потому что у нас был перерыв 10 лет. Вот, и вновь ставил Евгений Борисович с новыми актерами. Единственное, что... То есть возрожденный. Ну, да. Можно так сказать, да? Да, можно так сказать. Никто из прежних актеров не вошел, единственное, вошла я, но совершенно на другую роль. Если раньше я играла героиню, то сейчас вот... Я долго играла ее. Я бы сказала даже. Очень долго. Вот. То есть сейчас я играю маму героя. А остальные все актеры, которые впервые в этой постановке играют. Но на этом фестивале, посвященном Островскому, который мы делали совместно с Департаментом культуры и Союзом театральных деятелей, хотели сначала делать как городской, потому что во всех муниципальных театрах есть спектакль Островского. Но в итоге получился региональный, потому что все областные театры также подхватили, естественно, эту идею. Ну, она витала в воздухе. Получился очень такой хороший, симпатичный фестиваль, где все театры представили Островского, и приезжала Тольятти, и Сызрань вошла. То есть такое вот замечательное приношение великому русскому драматургу, которое, я считаю, было и остается драматургом номер один. Это действительно так, потому что его пьесы никогда не сойдут. У нас три пьесы. Мы три пьесы играли на этом фестивале. Все три своих пьесы. Олигарх, которому тоже уже 20 лет. Мы играли богатые невесты, и правда хорошо, а счастье лучше. Все спектакли аншлагивают. То есть вот эти спектакли любит зритель как подростки, так и зрители зрелого возраста. То есть рассчитаны и на школьную программу, да? На школьную программу, да, и на взрослого зрителя, причем очень любят. То есть вот эти спектакли, они очень любимы зрителями. То есть можно сказать с уверенностью в театре «Самарская площадь» классику ставили, ставят и ставить будут. Да, и Остревский не будет сходить никогда. Да. Вы принесли с собой замечательную книгу, которую вы держите на протяжении всей программы в руках. Видимо, очень она вам дорога. Расскажите, что это за проект? Это книга к 35-летию нашего театра, который вот, как показать? Театр, который придумал 35 лет. Название? Книга не парадная. Книга – это интервью, большое интервью с Евгением Борисовичем. Евгений Борисович, ты знаешь, не парадный человек. Он рассказывает все, как было. Он рассказывает все, не приукрашивая. Поэтому эта книга такая именно архивная. Фотографии тоже архивные, не парадные. Мы посчитали, что именно архивные фотографии будут более интересны нашим зрителям, нашим читателям. Да. И даже еще черно-белые фотографии, сканированные. Вот поэтому действительно уникальные фото, которые вот мы храним уже, потому что они не в цифре, потому что они еще живые, сделаны из пленки. И здесь же сборник статей, которые на протяжении 35 лет о нас писали и самарские критики, и московские критики, и питерские критики. Ну, не все, конечно, но большинство из них здесь тоже вошли в это издание. Да. То есть поэтому вот первая наша книга, может быть, потом будет вторая, вот она получилась такая непарадная, она такая очень правдивая. Очень интересная. Очень интересная, очень правдивая. Вы наверняка принимали очень, я знаю вас, Наталья Юрьевна, вы принимали очень, наверное, активное участие в создании вот этого произведения. Итог вас впечатлил, вы одобрили, вам все нравится, все устроило. Ну, трудно сказать, я человек такой, мне всегда хочется по завершению. Перфекционист. Да, этот экземпляр, вот, Лена, я хочу подарить тебе с автографа этого педагога. Спасибо. Евгения Борисовича Дробышева. Спасибо огромное. Ой, как говорится, мурашки по телу. Очень приятно принять из ваших рук. И, действительно, от Евгения Борисовича Дробышева Лени, от педагога Дробышев. 9.07.2023. Я обязательно прочту. И в следующей программе поделимся впечатлением, потому что здесь вписаны страницы и частичка моей театральной жизни. Это правда. Да. Это правда. Ну, мы уже поняли, что пора. Пора уже писать историю. Поскольку театр Евгений Борисович создавал с нуля, он создатель театра. Я была у самых истоков, стояла всегда рядом. И поэтому поняли, что вот уже надо оставлять историю. Да. Такую летопись после себя. Так, ну что же, продолжим. Наверное, хотелось бы поговорить о нас проектах. Принимает ли ваш театр участие в них, Наталья Юрьевна? Да. В этом году мы приняли участие в нас в проекте. Нам выделили деньги на приобретение сценического оборудования. Это свет, это звук. Достаточно для нас большая сумма. И мы сможем приобрести то, о чем мы мечтали. Хотя Евгений Борисович у нас всегда уделяет этому большое внимание. И, в принципе, у нас комплект и звуковой, и световой оборудований, все подобрано под наш зал. Но здесь мы имели возможность вот заказывать то, о чем мы мечтали. Время не стоит на месте, да? Время не стоит на месте. Конечно, совершенствуются все аппаратуры и свет. Будет у вас, наверное, прям вот шедевральное оборудование. Насколько позволяет наш зал. Да, да. Насколько позволяет наш зал. 200, да? У вас вместимость 200 человек? 146. 146. 146, да. Мне почему-то казалось больше. У нас не такой большой зал. Потом все-таки это старое здание. Издание переделанное из кинотеатра. Поэтому не все новинки, которые есть, мы можем у себя в здании разместить. И все-таки это будет уже современная аппаратура, чему мне сказано рады. И вообще прекрасно, что есть нацпроект. Да. И прекрасно, что муниципальные театры... Имеют возможность поучаствовать в них, да? Имеют возможность поучаствовать в них. Давайте напомним про Пушкинскую карту, которая существует и по которой можно попасть к вам на спектакли. И вообще, вот действительно ли это такая удобная и востребованная вещь для зрителя? Для зрителя, безусловно. Тем более там от 12, кажется, до 23 лет. То есть это такой достаточно широкий диапазон зрительской аудитории. Это и школьники, это и студенты. Уже взрослые, 23 года, да. Это уже взрослые, молодые люди. Безусловно, это для них очень удобно. Очень удобно. И мы видим, как пользуются действительно спросом. И в первую очередь классика. Да. В первую очередь классика. Ну, не все спектакли у нас по Пушкинской карте, конечно, можно приобрести билеты. В афише там указано у нас, там есть такой значочек. Вот, какие спектакли можно приобрести по Пушкинской карте. Но мы стремимся к тому, чтобы их стало больше именно тех спектаклей, которые вот по Пушке. Можно посмотреть. Можно посмотреть. Мы уже выезжали даже по Пушкинской карте, выезжали по области. Да, и это вот очень здорово, выездный спектакль по Пушкинской карте. Это просто замечательно. Давайте мы, небольшой заканчивается наша программа, но есть у нас еще время. Я все-таки хотела узнать, что нового в труппе. Как живут актеры, что нового, интересного, какой сейчас коллектив. Ну и как вообще у вас там все происходит. Коллектив у нас стабильный. Да. Текучки нет. В этом сезоне ожидаем приезд двух младых актеров, но пока вот их еще нет. Но ждем, но ждем, ожидаем, что к началу сезона они прибудут. Поэтому пока о них еще говорить рано, еще контракт не заключен. А так все на месте. Все работают. Коллектив у нас по-прежнему дружный. В этом году награды получили Владимир Лоркин, Анастасия Карпинская делает большие успехи, получает награду. Катя Репина получила, как раз за Шута Балакирева получила награду и ездила в творческую командировку в Москву. Ездила на фестиваль Чехова. Конечно, счастливая. Все замечательно. Все замечательно. Ну вот, пожалуй, этой фразой мы и закончим наш сегодняшний разговор. Все замечательно. И дай бог, чтобы так было дальше. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну сейчас артисты Театра Самарская площадь будут отдыхать, набираться сил, чтобы в новом сезоне также радовать вас, уважаемые зрители. Спасибо, Наталья Юрьевна. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!